В Душанбе, на первом советском от пневмонии скончался врач, источник. За два дня в этой же больнице от пневмонии умерли семи человек. Минздрав опровергает гибель троих из них. Сегодня, 24 апреля, в городском медицинском центре номер один, первый советский, Душанбе скончался 57-летний врач, физиотерапевт. Скончался врач Солиев Фатага Паралиевич. В 1963 год рождения, ему был поставлен диагноз пневмония. В больницу его привезли в понедельник из дома, когда ему стало плохо. Похороны состоялись в 15 часов ровно сегодня, но тело похоронили медработники, сообщил источник Азия Плюс в больнице. Информацию подтвердил и другой врач, который работает в этой больнице. По его словам, скончавшийся врач, якобы, навещал своих родных в одной из карантинных зон. Он не работал в нашей клинике. Он был главврачом или заведующим отделением в Республиканской больнице профессиональных болезней, который находится в Медгородке. Насколько я знаю, он контактировал с родственниками, которые были на карантине, сообщил врач. Директор больницы Хуршет Рустамзода посоветовал журналистам Азия Плюс обращаться в пресс-службу Минздрава. В пресс-службе министерства после обеда обещали уточнить и предоставить информацию чуть позже, но на данный момент ответа нет. Напомним, за два дня в этой же больнице от пневмонии умерли семи человек. Минздрав опровергает смерть троих из них. В среду, 22 апреля, в этой больнице в один день умерли сразу четыре пациента, все от пневмонии. Информацию Азия Плюс подтвердил директор Рустамзода, позже это сделал и Минздрав. На следующий день в этой больнице от пневмонии умерли еще три человека. Об их смерти Азия Плюс сообщил достоверный источник в больнице, но пресс-служба Минздрава опровергла эту информацию. Цифр по пневмонии нет. Ранее в республике было уже несколько случаев смерти от пневмонии и туберкулеза, после которых родных погибших и их врачей помещали в карантин. На днях замминистра здравоохранения Шодихан Джамшет на заседании штаба по профилактике коронавируса сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в последние дни резко увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, в том числе, пневмонии. По данным Республиканского центра медицинской статистики и информации Минздрава страны, в прошлом году число заболевших пневмонией было 12 802 человека. Сколько из них умерли, не сообщалось. Азия Плюс пыталась узнать цифры по количеству заболевших пневмонией за три месяца в этом году. Но такую информацию в Минздраве страны нам не предоставили. По официальным данным, до сегодняшнего дня на территории Таджикистана не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Однако сегодня глава ВОЗ в Таджикистане сообщила коммерсантов, категорически утверждать, что в стране нет случаев заболевания, нельзя.